Вот уже несколько лет на территории Краснодарского края действует закон, запрещающий несанкционированную торговлю. Но, несмотря на постоянную борьбу с нарушителями и административное наказание, стихийные мини-рынки то и дело возникают вдоль дорог и тротуаров. Только в прошлом году на Кубани было проведено 20 тысяч рейдов по выявлению мест незаконной торговли. Для того, чтобы эту сферу вернуть в цивилизованное русло, губернаторам было принято решение о создании на территории края социальных рядов, где каждый может реализовать свою продукцию легально и с соблюдением всех санитарных норм. Тему продолжит Анна Монастыренко. Сегодня в сфере торговли занят каждый пятый трудоспособный житель края. Но соблюдать правила рынка получается не у всех. Излишки сельхозпродукции некоторые продают вдоль дорог, на тротуарах, у магазинов. Товары, приобретенные в таких местах, могут быть опасны для здоровья. Опасность несанкционированной продукции. Почему? Потому что мы болеем заболеваниями. В общем, для животных и человека. И существует большая угроза именно через эти продукты распространения этих заболеваний. В неустановленных местах граждане реализуют продукцию. Естественно, не проводят ветеринарную санитарную экспертизу этой продукции. Естественно, не подтверждено качество этой продукции. Напротив, рынки, торговые павильоны, всевозможная сеть. Там подлежат экспертизе эти продукты, подтверждая качество. Некачественная продукция выбраковывается и принимается по ней решение. Таким образом, реализуя в неустановленных местах некачественную продукцию, напрямую создается угроза распространения заболеваний, но и несет это вред нашим жителям района, города и гостям нашего района. В Славянске-на-Кубани стихийный мини-рынок практически ежедневно возникает по улице Дзержинского. И это при том, что буквально в 30 метрах на ярмарке выходного дня созданы легальные социальные ряды, где любой желающий может абсолютно бесплатно сбывать свою продукцию. Торгуют здесь в основном пенсионеры. Продают все, что вырастили на своем участке. Организации торговли все довольны. Хорошо, что сделали социальные места. Здесь пенсионеры, смотрите, все торгуют. У кого что есть во дворе, выращивают, все приносят, продают. А они бесплатно, мы не платим за эти места. Спасибо, конечно, что поставили столы, что мы не бегаем, как те зайцы туда-сюда. Неплохо. Правда, как признались пенсионеры, на прежнем месте торговли по улице Дзержинского проходимость людей была больше, а значит и выручка выше. Но, как пояснили в управлении по торговле, создать там социальные места невозможно. Слишком узкий тротуар. Поэтому торговля здесь находится вне закона. Нарушителей будут привлекаться к административной ответственности. Вообще, на территории города оборудовано шесть социальных рядов. И все они, по мере возможности, размещались с учетом пожеланий самих жителей. С целью устранения несанкционированной торговли в нашем районе приняты меры. Меры по организации социальных рядов в разных районах города, по просьбам жителей. То есть этот вопрос изучался, и в тех местах, где локализовалась несанкционированная торговля, устанавливались социальные ряды. Это и в поселке Кубриз, и на улице Красная, рядом с магазином «Лидер», и в Бадельской, в районе магазина «Магнит», и возле поликлиники. Но это не удовлетворяет и планируется в этом году еще размещение двух дополнительных социальных рядов по улице Октябрьской и по улице Строительная, рядом с магазином «Аленка». Расходы на оборудование социальных рядов взял на себя муниципалитет. Три торговых точки помогли установить предприниматели Тарасиан, Моисеев и Лаклакян. Работа в данном направлении будет продолжена. Задача власти не только вести борьбу с несанкционированной торговлей, но и предложить мелким сельхозпредпринимателям, которым накладно платить за место на рынке, альтернативу – социальные ряды. На сегодняшний день их в регионе уже создано 170, а это более 2000 бесплатных торговых мест. Соответствующих санитарным нормам и безопасных для здоровья потребителей. Те же, кто будет по старинке торговать земли и в неустановленных местах, будут наказываться рублем. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова